Итак, всем привет, всем хорошей недели. Надеюсь, что все мирно пережили шаббат, и точно так же мирно пережили нашу вчерашнюю милаву Малку, хотя, да, я помню, настроение было немножко грустным, это я виноват, что начал сразу с грустных объявлений, поэтому давайте не будем о грустном, сразу начнем учиться, напомню только, что на этой неделе с Божьей помощью, если наша замечательная рэббит, она еще не передумала, то у нас будет урок, второй урок нашей серии OZ Lounge по истории искусств, еврейского искусства, но это будет объявление дальше. Напоминаю, что этот урок идет и на Фейсбуке, и на Инстаграме, если у вас есть вопросы, пожалуйста, на Фейсбуке оставляйте их в чате к этому видео, на Инстаграме, всем привет, кто подключается, если появляются вопросы, присылайте их потом мне в личку, с удовольствием отвечу, ну а те, кто участвует лично в Zoom, то очень рад вас видеть, вы можете тоже оставлять вопросы к этому чату, и после окончания урока я обязательно открою микрофон, и все смогут сказать все, что вы думаете. Итак, мы продолжаем, мы с вами учим законы благословений. Подходим к концу уже нашей, аж же третий, третий, да, третий, да, нет, второй главы, которую мы с вами, нет, третий главы, которую мы с вами учим, начали с начала карантина, это 22 занятие, на том, что мы учим по книжке Шухана Руха Кацак, где весь вот такой тоненький на 580 с чем-то страниц том посвящен только законам благословения. Надеюсь, те, кто с нами с самого начала, таких здесь много, как и в соцсетях, прекрасно помнят, что это все гораздо сложнее, чем просто благословить. В двух словах напомню, о чем мы говорили на прошлом уроке, не буду повторять все категоризации и так далее, которые мы с вами проходили, потому что мы бесспорно к ним будем еще возвращаться на наши занятия, но мы обсуждаем вопрос того, каким образом можно выполнить заповедь благословить с помощью своего товарища. То есть, если кто-то благословляет, ты выполняешь с помощью него точно так же заповедь благословить. Мы говорили о заповедях на получение удовольствия, это три вида. Есть пить и нюхать заповедь, на заповеди, которые у большого количества, обсуждали на какие да, на какие нет. Обязательно напомню, что два важнейших критерия, то есть самый важный критерий, который позволяет нам выполнить обязанность говорить благословение за счет нашего товарища, который благословляет, если это заповедь, которая не личная, а которая принято выполнять, возможно выполнить всем вместе в компании. То есть, например, как трубление в шапар, где один человек благословляет и всех имеет в виду. Обязательно напоминаю, что по большинству мнений нужно хотя бы, чтобы кто-то имел в виду или тот, кто благословляет, имеет в виду вывести в своем обязанности благословить, своим благословением выполнить обязанность благословить для кого-то другого, или тот, кто слышит благословение, тоже хотя бы должен это иметь в виду. Если не тот, другой не имеет ни в виду ничего крупным планом, это проблема, о которой мы с вами говорили, но не будем сейчас обидаваться в тонкости этих законов. Очень важный закон, который мы с вами обсуждали, это закон касательно выполнения обязанности благословить с помощью средств массовой информации, микрофонов, телефонов, зума и так далее, или Рабинович Напел не работает. То есть, если у вас есть обязанность благословить, и кто-то другой благословляет вам по телефону, нет никакой проблемы ответить «амын», но этим самым вы не выполняете свою обязанность благословить, и благословить нужно заново обратно, как Лена, я надеюсь, она присоединена к нам, постоянно ругает своего любимого мужа, у него нет другого, единственного мужа Марата, который всегда считает, что если он что-то услышал на Zoom, и что Равин, то бишь я ему напел, этого достаточно нет, Марат, нужно самостоятельно говорить благословение. И еще одна очень важная вещь, которую мы с вами говорили, о том, что сложность, которая есть в том, что вы выполняете обязанность благословить за счет кого-то другого, что если вы уже ответили «амейн», и кто-то друг друга имел в виду, то тогда заново говорить благословение вам нельзя, потому что тогда это будет «браха леватала». И сегодня мы с вами перейдем в совершенно другом масле. То есть до того мы говорили в основном со стороны того, кто слышит благословение. То есть кто-то сказал благословение за вас, вы ответили «амейн» и поехали дальше. И как мы с вами приводили много раз примеров из наших посиделок в синагоге, я говорю благословение на Кедушце, отвечая «амейн» этого достаточно, говорю благословение на Амуйце, когда мы сидим все вместе за столом, это супер. Напоминаю, что также мы говорили с вами очень важный момент на прошлом уроке, о том, что благословение на заповеди не обязательно находится непосредственно близости и в тайной связи с человеком, который говорит это благословение. Наоборот, мы говорили о очень важном принципе, что слава Всевышнего в массах, как говорит царь Соломон в книге Мишлей, что значит «слава Всевышнего в большом количестве народа». И поэтому, если вы стоите даже далеко от того, кто благословляет, убежит ведущего, на заповеди этого достаточно, как мы приводили пример заповедю, например, слышать звуки шафара или слышать свитокестер, но на благословение, на получение удовольствия, в данном случае хлеб, вино, апельсинки и так далее, вам нужно быть непосредственно близостью от этого человека или, как мы с вами говорили, лучше всего сидеть за одним столом и видеть то, что человек это благословляет на ту и иную апельсинку, как мы это делаем во время Кидыш-клаба с Божьей помощью в ближайшее время вновь у нас в синагоге. Сегодня мы поговорим о другой, обратной стороне этой медали, о благословении, которое со стороны благословляющего. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в чем обязанность того, кто да говорит благословение, вывести кого-то другого. Ведь на самом деле обязанность благословить лежит, допустим, на мне. Я сейчас буду пить кофе, я уже говорил Броху, поэтому не буду на него говорить, на него говорить, на этот кофе еще раз. Это мое дело. Я пью кофе. Какое мое дело до того, кто другой хочет благословить? И, конечно же, здесь входит и понятие единства еврейского народа. То есть, есть не только обязанность говорить благословение на те или иные вещи или на заповеди, но есть еще обязанность у каждого еврея заботиться о другом евреи. Как это приводится, если я ошибаюсь, впервые, это цитата, которую мы сейчас пройдем, прочтем в книге Сифри. Это древний комментарий на Тору, восьмого века, если я не ошибаюсь, на котором очень много останутся комментариев Раши и других мудрецов. Важнейшая цитата, которую я сейчас процитирую, из нашего первоисточника «Коль Исраэля рим зелезе» «Каждый еврей в ответе за другого еврея». Нет такого понятия «я свою душу спас», «я свою броку сказал», «все остальные пусть тут гуляют». Нет. Один еврей несет ответственность за другого еврея. И в целом имеется в виду, что если вы на что-то благословляете рядом с другим евреем, и другой еврей кушает с вами одну и ту же апельсинку и не благословляет, ваша обязанность сказать это благословение громко. Как мы с вами учили, что даже этот еврей не имел в виду, не отвечал о ней, а вы просто сказали благословение громко. Имея этого еврея, который рядом с вами благословляет на апельсинку, он вместе с вами уже выполнил обязанность благословить. И поэтому я возвращаюсь к тому, что мы с вами учили еще в самом начале предыдущей главе, что это очень важно, говорить благословение слух. Таким образом, мы сейчас замыкаем круг, возвращаемся к этому же самому моменту, к моменту мы помогаем выполнять заповеди другим евреям. Я продолжу в тексте. И поэтому в благословениях на заповеди. Как заповеди, благословение на заповеди из Торы, и на заповеди наших мудрецов. Напоминаю, что есть много заповедей наших мудрецов, на которые мы говорим благословение. То есть если, допустим, надевать фелин, это заповедь, прямая заповедь из Торы, мы говорим как на выполнение заповеди из Торы, то есть такие заповеди, как, например, мы с вами желаем на омовение рук. Это не заповедь из Торы или зажжение канукальных свечей. Мы не благословляем, как на заповеди из Торы, мы заповеди, потому что это заповедь наших мудрецов. Это не разделяет, точно так же мы несём ответственность друг за друга, каждый еврей за другого еврея, и должны за всех сил стараться, чтобы другие евреи тоже выполнили его благословлять громко. Рашай Адам имеет право человек Имеет право человек выполнить обязанность благословить за своего товарища до того, кто не умеет говорить сам благословение. И здесь потрясающе важный такой вот действительно добрый закон, о котором идет речь. И даже если тот, кто благословляет в этот момент, не выполняет как таковую эту заповедь, но имеет обязанность выполнения этой заповеди, в общем, он должен говорить благословение громко, так, чтобы другой человек его услышал, который не умеет голосовать, тот ответит «Амэйн», и тем самым он выполнит заповедь с благословением на эту заповедь. Примеры очевидны. Например, мы делаем кедуш-шаббат. Если кто-то не умеет делать кедуш-шаббат, я обязан, это моя обязанность не со стороны Рабина, а со стороны просто еврея, сделать кедуш так, чтобы другой еврей его услышал. Если со мной есть, дай Бог, тот еврей, который не знает, кто такой кедуш и с чем его едят, это моя обязанность по этой рекомендации, что все евреи в ответственности друг за друга сделать эту заповедь так, что другой человек мог его выполнить вместе со мной, а что имеется в виду, благословить громко. На одевание отфилим, на зажение ханукальных свечей, на зажение субботники праздничных свечей, это заповеди, которые в тот момент, что я обязан в целом, то есть не то, что я выполнил уже или нет, а в принципе, на мне есть обязанность сделать кедуш-пятницу вечером, даже если ее выполнил, я должен сделать для другого еврея, который не делал ее так, чтобы он тоже мог выполнить эту заповедь. Продолжим дальше. Я надеюсь, вы понимаете важность всего выше высказанного. То есть есть обязанность, даже если я уже выполнил эту заповедь, для меня нет обязанности ее выполнить, но пока есть другой еврей, который еще не выполнил эту заповедь, я точно так же обязан в этой заповеди. Я приведу короткий пример. Один мой знакомый Равин рассказывал когда-то, что он с большой кучей детей в Израиле спускался со ступени к издому, там в одной руке коляска, в другой ноге корсит на шее третий ребенок, и там, я не знаю, сколько у него было детей, он спускался, ну и какой-то, естественно, русскоязычный новый репатриант, представитель партии «Наш Дом Израиль» его встретили, он говорит, ну сколько вы еще будете рожать, он говорит, пока не нарожаем 6 миллионов. Просто хочу сказать, что на той неделе был День памяти жертв Холокоста, что еще еврейский народ не восполнил все ряды тех евреев, которые мы потеряли во время Второй мировой войны. Поэтому пока есть какой-то еврей, который еще не выполнил заповедь, моя прямая обязанность сказать это благословение, чтобы другой еврей его услышал и таким самым образом выполнил заповедь с этим благословением. Например, Если кто-то уже одел тфелин или уже слушал звуки шафара, он обязан, обязан сказать, если есть еще какой-то еврей, который не одевал тфелин или не слушал звуки шафара, это такая же обязанность моя сказать благословение так, чтобы другой еврей услышал и выполнил эту заповедь. Вы понимаете, что в Хабате это у нас с вами, это очень-очень развито. Как я недавно наверняка вы видели фотографию, которая показывает общую фотографию всех послальников любавического ареба, которые на общей фотографии дали подпись, что я проходил мимо и сказал, что я еще не одевал тфелин, а после было последнее «Доктор, что я помню». Потому что любой хабатник, и не только хабатник, а любой человек, который хочет помочь другому еврею, сделать так, чтобы он был заповедь, он уже хабатник бросился бы к этому еврею и одел тфелин. Близким, родственным, дальним, далеким. Наша прямая обязанность не в том, чтобы выполнить только свой собственный заповедь, сделать так, чтобы другой еврей тоже выполнил. Их даже не было права говорить благословение с упоминанием имени Всевышнего, если мы уже выполнили эту заповедь, это не будет беспричинного благословения, мы ни в коем случае не нарушаем заповедь, говорить благословение, упоминать имя Всевышнего без причина, а наоборот умножаем заповеди, умножаем в еврейских добрых делах. Я продолжу по тексту. Это касается, как уже было сказано, и заповедей истории, и заповедей наших мудрецов. И точно так же есть благословения, как мы с вами говорили, которые сами по себе являются выполнением заповеди, как, например, Кедуш и Абдала. А часть освящения субботнего дня – это то, что мы говорим благословение на вино, благословение и так далее. В самом этом благословении, в момент его произношения, мы точно так же обязаны сделать так, что если рядом с нами есть еврей, который еще не сказал это благословение, он мог с нами вместе выполнить это обязательство. Любой еврей имеет право, а я бы даже сказал, обязанность, имеет право сказать благословение, но обязанность будет сделать Кедуш и Абдалу для того еврея, который не умеет это делать, и еще в этом обязанность. Обращу внимание на одну деталь, о которой мы поговорим чуть позже, в очень важном практическом моменте, о том, что идет речь именно о человеке, который сам не умеет благословлять. Потому что если ты сам умеешь благословлять, не челесь со своими благословениями. Дай человеку самому выполнить эту заповедь. Я вам приведу пример из моей практики еврейского пропагандиста, когда в молодости ходили в центр Иерусалима и приезжали из Иши в пятницу утром одевать филин. Самая опасная для жизни вещь – это не заметить другого еврея кипу на голове и предложить ему одеть филин. Тогда нужно быстро-быстро бежать, потому что он уже, он тебе говорит, я же такой молодец, я уже выполнил заповедь. То есть другими словами, ты обязан сделать так, чтобы другой человек тоже выполнил заповедь благословения при условии, если он не умеет этого делать. Другой вопрос, который, естественно, наверняка у вас возникает. А если человек умеет это делать, но не хочет, ну, не хочет – заставим, не умеет – научим. Как говорит закон о советской пропаганде, но это то, чем мы сейчас с вами и занимаемся, но если человек не хочет это делать, то понятно, что его не может заставить сделать то, что он умеет сделать. Тогда можно рассматривать этого человека точно так же, который не умеет благословлять. Почему? Сейчас мы немножко поговорим о хасидской мысли, потому что если человек умеет благословлять и специально этого не делает, предположим, к вам пришел на шаба человек, который учился, не будем говорить, в какой ешире, и после этого, как часто мы с этим сталкиваемся, не хочет ничего общего с иудаизмом, и все ему это надоело, и все раввины попы, а все попы и раввины, и так далее, ничего не хочет делать, но мы знаем, что он умеет делать кедуш. Я постоянно, очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда они говорят, я-то кусок, я-то знаю. Ну, во-первых, этому человеку нужно показать и дать возможность самоутвердиться, ты же крутой, ты же в теме, ты можешь сам сделать, посмотрите, как он делает сам, и поверьте мне, в конце концов, это работает, эти люди начинают делать сами. Но если этот человек категорически против отвечать на то, чтобы делать кедуш, у вас нет никакой проблемы рассматривать этого человека, который как не умеет делать кедуш, он не в состоянии. Почему? Потому что, как мы с вами и говорили об этом, на лекции в четверг тоже приводили эту цитату, то, что говорит Рейш Лакеш в Вавилонском Талмуде, человек не делает нарушения, как только в него вселяется дух сутовства. То есть, тупеет на этот момент, потому что здравомыслинный человек понимает, кто в этом мире хозяин, и что он от нас хочет, чтобы нам тоже от этого подфартило. То есть, он хочет, чтобы мы сказали спасибо, спасибо за апрель, спасибо за яблочко и так далее, хотя законы на получение удовольствия, они немножко в другой категории в той теме, о которой мы говорим. Но если человек в данный момент находится вне, как-то правильно сказать, в состоянии аффекта по тем или иным причинам, мы можем его рассматривать, как тот человек, который не умеет говорить благословение. И для того, чтобы не идти на конфликт, можно спокойно сделать кедуш, в данном случае, как пример, который он приводит самостоятельно, и выполнить обязанность благословить этого человека с помощью тем, что вы благословляете. Продолжим дальше. Самый наглядный пример еще одной категории, которую мы с вами здесь еще не упоминали, это категория благословения, которая является благословением, восхваления и благодарности. Например, те благословения, которые мы говорим с вами в молитве Амидат. Все знают, что такое молитва Амидат, молитва о будние дни, которая сейчас у нас называется Шмунаесер, 18, потому что изначально в ней было 18 благословений, сегодня в ней 19, в праздничные дни меньше 7 благословений. Но вы во все молитвы, кроме Марьева, вечерней молитвы, когда мы молимся в общиной, в общественной молитве, то есть у нас есть Миньяны, дай Бог в ближайшее время это все возобновится, то ведущий молитвы, он повторяет еще раз эту молитву. Вся причина, почему это делается, это для того, чтобы... Одна причина, но не важно, не первая. Это то, что если вы в своих личных благословениях, вся эта молитва состоит из личных благословений, личных просьб о каких-то аспектах нашей повседневной жизни, здоровья, материальный достаток, просто чтобы услышали наши молитвы, мозги работали и так далее, если вы что-то там не допросили, то когда ведущий молитву повторяет ее еще раз, вы можете дополнительно напихать туда свои просьбы. Именно поэтому во время повторения Амиды не нужно разговаривать для тех, кто сидит на последней парте. И во время молитвы Амиды нужно точно так же внимательно слушать каждое благословение и отвечать «Амейн». Но главная причина, почему ведущий молитвы повторяет молитву Амиды, это потому что наверняка есть в общине те люди, которые, может быть, не умеют ее говорить, таким образом не могут выполнить эту обязанность. Или более того, что чаще всего бывает, всегда выбирает, именно по этой причине выбирает вести молитву того человека, который хорошо умеет читать на ибрите. Зачем? Что если вы своей собственной молитвой сделали какие-то ошибки, то чтобы ваше выполнение заповедей не было с ошибками, ведущий молитву ее читает громко, без ошибок, имея, конечно же, в виду вас крупным планом, а вы должны ведущего молитвы иметь еще большим крупным планом, в виду, и они болтают на последней парте, для того, чтобы выйти в обязанности благословить с помощью благословения ведущего молитвы. Таким образом, мы и обсудили с вами вторую категорию заповедей, благословения, напомню, что у нас есть, благословение на получение удовольствия, которое мы еще с вами не обсуждали, обсудим дальше. Благословение на выполнение заповедей мы с вами обсудили, и благословение на получение удовольствия, на благословение восхваления и благодарности, в которых, естественно, Один человек может вывести другого человека в то, что он будет говорить о благословении, а тем более, если есть тот с вами человек, который не умеет это делать, сделать это так, чтобы он тоже, мы обязаны сделать так, чтобы этот человек выполнил эту обязанность. Я думаю, что вы обращали внимание, когда случайно люди приходят вдруг в синагогу, там что-то им нужно спросить и так далее, если это во время молитвы, я всегда потяну время для того, чтобы они посидели, ну, услышат, скажут еще раз о Мэйн. Даже если они скажут о Мэйн, как мы с вами говорили, этот человек уже выполняет обязанность благословения, если он что-то услышит. Еще один еврей, еще одно благословение, еще одно заповедь. Именно так мы приведем Маше. У нас еще немножко есть времени, и мы продолжим дальше по тексту. Все, что мы рассказали до того, говорится только о заповедях, которых есть у самого человека, который благословляет, обязанность их выполнить и, соответственно, благословить. Заповеди, в которых нету обязанности, да, то есть это не заповедь истории, и нету обязанности это делать, и можно сделать и без этого, как, например, кигон нитилат ядаем навсегда, как мы говорили, что мыть руки перед хлебом, это не прямая обязанность, это рекомендация наших мудрецов, человек может покушать без того, чтобы есть хлеб и так, то есть не то, что там у тебя есть голодные евреи для того, чтобы его накормить, он обязательно должен помыть руки на хлеб, нет, он может, ты его можешь накормить и без этого, и сказать другие благословения, поэтому это не, так сказать, обязательное благословение, которое нужно сказать, чтобы покушать. Или, например, такие заповеди, как ируф, да, что такое ируф? Ируф, напомню, это пространство, которое огораживается в шаббат, для шаббата, чтобы внутри него можно было переносить, напоминаю, что только в частной собственности можно переносить шаббат, если это общественная собственность, то есть не огороженное пространство, там носить нельзя, это все гораздо сложнее, не только частная или общественная собственность, а просто как место, обнесенное забором, то есть там находится какая-то одна группа людей, Это должно быть определенного размера, но не суть важна. Мы начали с законы шабата, но если говорить о практике, то у нас в районе, в котором мы находимся, есть этот неофициальный ируф. А вот в нашей синагоге, дальше в сторону Avenue, Avenue даже есть официальный ируф такой. Для того, что когда ты устанавливаешь этот ируф, или, например, что-то точно так же ируф, это ируф Тавшилин, когда мы делаем вот это вот, то, что мы делали сейчас первый день пейсов, первый день пейсов, благословение на то, чтобы можно было в праздник готовить наш шаббат, это не обязанность, это если ты это делаешь, на это нужно благословить. Но это не обязанность, что каждый должен это сделать, как, например, отрубление в шаббат, одевание тфилина, зажжение свечей, нет. Поэтому нет такой обязанности сказать благословение громко, чтобы другой человек тоже выполнил обязанность в этой заповеди, совершенно нет. Ты не можешь дать возможность выполнить эту заповедь с благословением другого человека с помощью своего собственного благословения, потому что не все в ней обязаны. То, что сказать благословение громко, что другой человек ответил о мэй на это благословение, это супер-дупер молодцы. Но этим самым ты не освобождаешь другого человека от обязанности благословить на эту заповедь просто по той причине, что он не обязан выполнять эту заповедь. Или такой же пример, это, например, шхита, то есть шхиту ты делаешь в тот момент, когда ты ее выполняешь, это значит, что тебе нужно собрать целый менян людей, чтобы зарезать курочку, для того, чтобы другие люди тоже выполнили обязанность благословительной эту заповедь. Нет, это делает шохер тогда, когда он заряжает животное, и не нужно для этого собирать всю общину. И здесь есть и другая сторона этого митя, что если ты в этот момент, я перевожу, не выполняешь как таковую эту заповедь, соответственно, у тебя нет обязанности на нее благословить, соответственно, ты не можешь сказать это благословение, чтобы другой человек вышел в обязанности благословить с помощью твоего благословения. То есть ситуация, обратная ситуация, к которой мы говорили до того, по отношению к тому, к которой мы говорили до того, это когда есть другой человек, да, допустим, вот Элеза мне пишет, он хочет делать шхиту, вот сейчас ему приспичило покушать стейк, да, ну это громко сказано, потому что это от шхиты животного, из которого делается стейк до стейка, это как от киева рачка. Кроме того, в Резах крупных животных совсем неприятное занятие. Но он не знает благословение, шхиту он умеет делать, благословение не знает, не знает. И поэтому я говорю, о, мне же нужно ему помочь, сказать благословение, я говорю, повторяй за мной, или там, ответь аминь. Повторять за мной – это другая тема, мы сейчас с ней тоже поговорим, уже, наверное, на следующем уроке. Я говорю благословение, что он ответил аминь, не работает. Почему? Потому что в этот момент я, который говорю благословение, я не обязан выполнению этой заповеди шхиты, я не держу этот огромный нож в своих руках, чтобы зарезать бычка. Эта обязанность есть только на Элезере, который выполняет эту заповедь. То же самое касается мытья рук, и это очень важный момент. Если вы не собираетесь кушать, то вы не можете сказать с именем Всевышнего благословение, не моя рук, просто чтобы другой человек ответил на него аминь. Таким образом, делая так, вы нарушаете заповедь истории, упоминание без причины, упоминание имени Всевышнего. То есть, с одной стороны, когда ты благословляешь, эта заповедь должна быть, которая ты сейчас в ней, то есть у тебя есть в целом на нее обязанность, как и у другого человека. Одну секунду, я отключу телефон, да, всем привет еще раз на Инстаграме. Но второй аспект этого момента, что если ты в этот момент не выполняешь какую-то заповедь, а нет в нее обязательства, это обычно бывает заповедь, на которых нету постоянного обязательства, только в момент их выполнения, ты не можешь сказать в это своё мнение громко, чтобы тот человек, который конкретно выполняет эту заповедь, то есть режет этого пучка, ответил аминь. Так это не работает. Давайте чуть еще продолжим по тексту, закончим этот параграф. У человека нету обязанности сейчас мыть руки. То есть, я не хочу сейчас кушать с хлебом, потому что мне лень потом в конце говорить вверхать Амазон. Соответственно, я не могу сказать просто так громко это благословение, что тот, кто да, собирается кушать с хлебом, он ответил на него аминь и таким образом выполнил обязанность благословить. Только если я сам конкретно собираюсь кушать с хлебом, тогда это будет работать. Но все равно есть лучшие варианты, о которых мы чуть позже поговорим. И, допустим, то же самое касается заповеди окунания посуды в мику. Что такое значит окунание посуды в мику? Это моя посуда, которая мне нужна. Если это не моя посуда, я не должен её окунать в мику. Кто знает, этот лайфхак, который сейчас пытаются сделать, делают, что если нет возможности пойти в мику, но мы с вами, кто на Zoom, уже это неоднократно обсуждали, что сейчас есть возможность внести в мику посуду и так далее. Но если такой возможности нет, обязанность окунать в мику посуду только на твою собственную посуду, поэтому лайфхак, который можно сейчас во время карантина использовать, эту посуду подарить не еврею. У нееврея нет обязанности окунать посуду в мику. Если ты пользуешься посудой не еврея, то у тебя тоже нет обязанности, потому что она не твоя посуда. Соответственно, если кто-то хочет окунуть посуду в мику и сказать на это благословение, то в этот момент вы проходите мимо, и вы знаете это благословение, и теперь этот человек говорит, что вы пришли на океан окунуть посуду, и вы говорите, эй, рабы, скажи мне быстро благословение. Я не могу это сделать, потому что это не моя посуда. Я могу говорить о благословении только мою собственную посуду. Соответственно, есть такие заповеди, которые обязаны с них, оно в конкретный момент выполнения заповеди, и в такой ситуации я не могу сказать благословение за кого-то другого, чтобы тот ответил «Аминь». Только тот, кто в этот момент обязан, он должен говорить это благословение. Всем спасибо. На этом мы сегодня закончим.